Дорогие друзья, перед вами главная площадь в Минске, да и во всей Беларуси, площадь независимости. Обратите внимание на этот рисунок, который сделан на здании 80 лет освобождения от немецко-фашистских захватчиков 3 июля. Здание правительства Республики Беларусь, памятник Ленину, там кирха находится, здание на площади. Будто бы Ленин за кафедрой стоит, смотрит вдаль. Такое огромное-огромное здание правительства. Здесь небольшая обзорная точка на всю площадь. Деревья, небольшие кусты. И вот какой-то там памятник небольшой есть. Сейчас посмотрим с вами. Оказывается, 29 августа является международным днем против нераспространения ядерного оружия, даже отказа от ядерного оружия. И в честь этого разместили вот такой вот монумент. Здесь есть частички земли с Чернобыля, с Хукусимы, с других мест, с семей Паватинского полигона. Это флаги разных стран, как видите. Казахстан, Белоруссия, Россия, Япония, Украина, Соединенные Штаты. Так, а вот у нас сама кирка. Она закрыта. Попасть туда не представляется возможным. Вот такой интересный монумент, скульптура. На нижнем уровне располагается торговый центр, столица. И вот большой-большой фонтан здесь. Центральная композиция аистов. Тут расположены указанные города, где геральдика, гербы. Витебск, Минск, Гродно, Брест, город-герой. А теперь читайте, кто же себя увековечил в истории? Там Александр Григорьевич, бессменный президент. Гомель и Могилев. Правда, ничего не видно. И вот остальная часть площади. Аккуратно подстриженные кусты. И, пожалуй, все. Такая вот площадь независимости в Минске. Продолжение следует... Продолжение следует...